Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Екатерина Стихина и нас ждет обзор азиатской сессии 24 июля. Фондовые рынки региона открыли новую неделю на позитивной ноте, а японский Nikkei подскочил сразу на 1,5% за день на фоне сильных квартальных доходов крупных автопроизводителей. Кроме того, что последняя июльская неделя будет самой загруженной в сезоне квартальной отчетности, рынки также узнают о решениях поставки сразу трех крупнейших центробанков мира. Поэтому инвесторы, скорее всего, будут держаться в стороне от рисковых активов, по крайней мере до ключевого события этой недели – решения Федрезерва США, и особенно комментариев главы ведомства Джерома Пауэлла. Как ожидается, американский регулятор повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, причем любой акцент на более зависимый от данных позиций ФРС может рассматриваться как менее ястребиной. Но поскольку базовое ценовое давление в США все еще остается стойким, специалисты по-прежнему очень скептически относятся к перспективе голубиного разворота ФРС в этом году. А сегодня некоторые импульсы рынки получат на свежей макроэкономической статистике. Данные по индексам деловой активности поступят из еврозоны, Великобритании и Соединенных Штатов. Уже опубликованный производственный PMI Японии упал до 49,4 пункта. Это было самое низкое значение с марта месяца, а также шестое снижение производственной активности в этом году. Статистика показала дальнейшее снижение уровня новых заказов, сокращение объемов производства и экспорта. Также замедлился рост занятости на рынке труда, а темпы инфляции упали в Японии до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Однако все эти факторы вряд ли смогут кардинально повлиять на предстоящее решение Центробанка страны в пятницу, которое состоится 28 июля. Об этом же заявили сегодня и в японском правительстве. В России власти страны напомнили о предварительном договоре с регулятором по совместной политике, которая должна вывести цены в Японии к целевым 2%. На фоне слабой экономической статистики и ультрамягких монетарных перспектив японская валюта в основном продолжала потери прошлой недели. И это стало стимулом для инвесторов-экспортеров и привело к рекордному спросу на акции. Иена продолжила падение также после публикации прогнозов Reuters накануне. Эксперты агентства с большей долей вероятности считают, что Банк Японии сохранит политику легких денег и контроля над доходностью на своем июльском заседании. В результате расхождение в денежно-кредитной политике между Центробанком страны и другими крупными регуляторами на этой и следующей неделе усилится еще больше. То есть приведет к дальнейшему ослаблению иены к ее основным конкурентам, в первую очередь американскому доллару. И хотя в начале понедельника график бары все еще продвигается в красной зоне между отметками 141.20 и 141.80, технические индикаторы не исключают ее дальнейшего роста. Теперь любые значимые покупки могут направить вектор пары к следующему барьеру в зоне сопротивления 141.90 и 142.00. Но в начале дня на торгах в Азии пара все еще удерживала перевес иены по отношению к американцу в области котировки в 141.5 иены. А тем временем доллар США не только сохранил рост, наблюдавшийся на прошлой неделе, но и показал впечатляющее ралли на графике в начале новой семидневки. Такой резкий подъем гринбека произошел на фоне падения его основного партнера по корзине валют. Евро обесценился после выхода отчетов об индексах деловой активности в Германии и еврозоне в целом. Эти данные разочаровали инвесторов и привели к активным продажам единой европейской валюты. В результате индекс доллара США по индексу получил поддержку и продолжил рост в ценовом диапазоне 100.80-101.40. После того, как американец 10 дней назад упал к своим 15-месячным минимальным значениям, его позиция переместилась на уровень 101.30 и выглядит гораздо оптимистичнее. Похоже, доллар США уверенно возвращается на фоне надежд на еще одно повышение процентной ставки ФРС. А вот китайской экономике возвратиться к своей былой силе все никак не удается. После нескольких лет строгой изоляции восстановление страны проходит очень вяло. А долговой кризис в секторе недвижимости вызывает новую волну распродаж китайских активов. Поэтому власти страны принимают дополнительные меры, которые должны помочь ограничить потери. Так, сегодня Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила сегодня о новых стимулах для частного бизнеса и его инвестиций в некоторые секторы экономики Китая. Но эта поддержка пока только вышла в виде устной декларации, а конкретные подробности должны поступить позднее. То есть настроение рынка, в том числе и в странах-антиподах, эти обещания улучшили слабо. Для австралийского доллара, который часто выступает ликвидным заменителем китайской валюты, слабый юань, как и слабый спрос на рынке Китая – это, безусловно, понижающие факторы. Тем не менее, ОЗИ на торгах в азиатскую сессию продемонстрировал рост почти в область котировки 0,6750. Поддержку ОЗИ сегодня, скорее всего, оказывают подскочившие нефтяные котировки, а также умеренное настроение риска на глобальных фондовых рынках. В результате на торговом графике понедельника мы видим рост австралийца в зеленом диапазоне 0,6715-0,6745. Однако, по сравнению с прошлой неделей, сегодня австралийский актив все-таки последовательно снижается. И главная причина слабости ОЗИ – это, конечно, укрепление доллара США в ожидании решения американского регулятора в среду, 26 июля. Поддержала рост коллегии валюты другого антипода – Новой Зеландии. И хотя до заседания Центробанка страны 18 августа еще есть время, устойчивая высокая инфляция делает шансы следующего повышения ставки Резерной банка в Новой Зеландии все более реальным. Так что перспективы роста у Киеви есть. Азиатскую сессию новозеландец также завершил на укреплении доллара США у верхней границы своего ценового диапазона 0,6156-0,6206. На этом наш обзор азиатской сессии подошел к концу, но впереди нас ждет еще много интересного от ИнстаФорекс ТВ. Подключайтесь, желаем вам удачной недели и ждем ваших вопросов и комментариев. До связи!